Итак, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители покушать, и мы продолжаем играть в такую увлекательную игру, как Сити Скайлайн. Ну и как я в принципе и обещал, судя по вот этой вот иконке, я установил такой замечательный мод, как Трафик Менеджер. И, скорее всего, я сейчас включаю себе музыку, наливаю расслабляющий напиток, и на ближайшие несколько часов просто ухожу с головой и пытаюсь решить все эти долговязные проблемы. В этом нет ничего веселого, это будет сущий ад на самом деле, но я попытаюсь все-таки что-то с этим сделать. Пожелайте мне удачи, а я выключаю запись. И встретимся буквально через секунду. Ну и с момента прошлой серии прошло гигантское количество времени. Я хотел уйти на пару часов, но вышло пару дней. А именно 4 дня, вот от и до, я занимался этим городом. И могу в итоге сказать, что по большей части мы лишились всех этих пробок и всех этих проблем с пробками, которые могли бы у нас возникать. И мне также немножко пришлось поисхищряться и изменить также немножко наш городок. Для начала вот этот остров у нас в принципе никак не изменялся. Помним, здесь вот была какая-то у нас магистраль, но она просто перенеслась у нас вот на это вот шоссе, чтобы людям просто было банально и удобнее передвигаться по ней. Также вот здесь вот появилась еще одна развязочка, и здесь она изначально создавалась, чтобы разгрузить вот эту всю развязку. И как можно видеть, с этим она очень успешно справлялась. Также появилось два моста между вот этой вот речушкой. И эти два моста у нас сугубо для того, чтобы жителям нашего города было удобнее сюда передвигаться. То есть у нас этот мост является отсюда сюда, а вот этот мост является отсюда сюда. Также пришлось изменить немножечко структуру нашего в принципе города. В данный момент наш центральный город представляет из себя нечто такое. Здесь у нас есть шоссе, которое окпоясывает весь наш остров, именно одностороннее шоссе. А также через какой-то промежуток времени у нас идут тупиковые дороги. А теперь приведу пример нашего перекрестка. Тут у нас есть заезд и просто две развилочки, такие вот рядом, которыми с ними находятся. И здесь у нас живут и процветают наши люди. Всякие коммерческие зоны я все-таки старался размещать ближе к выезду. То есть как можно видеть, вот на этом примере у нас есть въезд в этот район. И сразу же мы можем видеть эти застройки. Деланные сугубо для того, чтобы грузовики не сильно напрягались. Я имею в виду, чтобы грузовикам нашим не приходилось ехать через жилые дома. И тем самым создавая гигантские пробки. Ну а схему общественного транспорта вы можете наблюдать в данный момент. А именно, у нас есть здесь в принципе только один маршрут для наших поездов. 54 маршрут и им пользуются 562 пассажира. И в принципе я не вижу таких вот особых затемнений и проблем с ним, где не находятся наши люди. Везде они ждут, да, приходится ждать, но нужно деваться. Возможно в последующем нужно будет чуть детальнее настроивать этот маршрут. Но пока мне как-то этого руки не доходят. Дальше у нас есть возможность с нашего общественного транспорта пересаживаться на метро. И уже с линии метро люди могут доезжать либо до нашей промышленности, либо до наших деловых зон. В принципе больше этот город не терпел никаких изменений. Тут я в принципе тоже ничего особо не менял. Единственное, что я изменил, я убрал отсюда выезд. Вот эту развязочку мне тоже немножко пришлось изменить. А вот на этой вот дороге я потратил кучу времени, на самом деле. Но результат меня более чем устраивает. На всех, буквально во всех перекрестках этого города и этого города я сделал дороги для пешеходов. И с помощью мода я убрал отсюда возможность пешеходам переходить по дороге. И тем самым гигантски облегчило путь для нашего трафика. Как можно видеть, все дороги здесь сделаны таким образом, что сюда, имею в виду в районы города, можно только заезжать, не не выезжать. А с них можно выезжать только вот в это направление. Так сделано в принципе везде. А значит то, что люди, которые отсюда хотят поезжать, им придется проделать вот такой вот путь. Но я сделал вот такие вот специальные выезды. То есть люди при большом желании могут просто вот так вот взять и выехать отсюда. И тем самым не создавать никому особых проблем и прекрасно с этим управляться. Правда мне не совсем понятен вот эта вот логика машин, которая перестраивается через три полосы. Но как только я начинаю детально им все это настраивать, они начинают ломаться и у них мозги отключаются в принципе. И в принципе, как можно видеть, в вот этих вот жилых районах в принципе сейчас проблем нет. Есть какие-то небольшие проблемы со смертностью, но в принципе по трафику 77%. Мне кажется, это очень хороший результат. Есть, да, какие-то красные зоны, но от них мы никуда не денемся. И красная зона здесь значит то, что тут большое количество трафика, а не то, что здесь находится пробка. Единственное, вот красная зона у нас есть в этой линии. И это из-за того, что здесь вот машины как-то чудно переезжают. Может быть впоследствии это как-то более точно настрою. Но пока что-то руки особо не доходили до этого. Может быть даже в этой серии займусь этим. Что также потерпело изменения. В процессе стройки мне пришлось сносить большую часть домов, как вы понимаете. И соответственно с экономической стабильностью нашего города тоже были какие-то проблемы. И соответственно вот большую часть вот этих зон были снесены. И не будут они застраиваться до тех пор, пока наши жители не придут в более-менее равновесие. Теперь же давайте посмотрим на весь район, который я переделал здесь. Я считаю то, что это гигантский прогресс. А именно то, что здесь вообще нету пробок. Если посмотрим по трафику, то тут чисто все зелено. Ну на самом деле откуда здесь взяться трафику, если тут в принципе нечему забиваться. На самом деле вот эту ферму, которую я здесь делал, я сделал ее максимально простым способом. И сделал все так, чтобы нашему трафику было максимально удобно перемещаться. То есть весь трафик, который едет у нас в ферм, едет по односторонней дороге. И при желании он может перевернуть либо направо, либо налево. Если он поворачивает налево, он сразу уезжает. Если он едет направо, то он может заполнять злаковыми структурами. Структуры, которые перерабатывают непосредственно эти самые злаковые культуры в что-то другое. Например, вот эти вот мельницы перерабатывают их в муху, а вот эти вот пастбища перерабатывают их в животные продукты. И в принципе такой вариант фермы приносит мне прибыли 11 тысяч. Я думаю, этого хватает за глаза. Как можно видеть, мне пришлось отсюда ЖД-станцию для трафика убрать. Связано это только с тем, что по большей части весь этот район не экспортировал товары. Если бы мы посмотрели по трафику, то большая часть товаров экспортировалась отсюда. И они ехали весь этот путь, весь этот путь, для того, чтобы экспортировать товары. На самом деле это было очень тупо, и поэтому это я снес. И можно видеть то, что в принципе проблем никаких вообще не видно у нашего города. То есть есть небольшая смертность, есть небольшие трупы. Но это в том-то и дело, что небольшие от них мы никуда не денемся. Кстати, я могу сказать с уверенностью то, что мне нравится. То есть 4 дня моих было убито непопонапрасно. Ну а те, кто не верил, что я потратил более 4 дней на эту карту, можете посмотреть количество сейвов, которые я делал. И половину этих сейвов мне пришлось, к сожалению, побросать, потому что трафик просто сносил с ума. Вот эта вот функция, казалось бы, позволяет более гибко настраивать этот цвет трафик. Нет ни хера. Машины всегда будут ехать так, как им хочется. И больше и лучше настраивать нет вообще никакого смысла. Я хотел бы заняться немножечко вот этим вот всем районом, потому что здесь, баблю счастья, нет вообще ничего. Я вижу то, что нашим горожанам нужны магазины. У меня вот здесь, к счастью, есть небольшой участок, где я могу разместить все эти магазинчики. Давайте их разместим. Если у вас какие-то вопросы будут возникать по поводу этого всего города, то я прошу вас оставить эти комментарии, и я на все вопросы отвечу в скором времени. А вот этот вот райончик вдоль берега я продолжаю заполнять всякими уютными маленькими домиками. Также не забывая про зоны коммерции. Я забыл сказать такую вещь, что я поставил тут все-таки пункты по взыманию платы с тех, кто приезжает. И также я поставил на втором въезде в город наш. Они также здесь стоят, и самая главная причина, по которой я здесь ставил, они взымают плату у тех, кто въезжает, и тем самым трафик не шел таким большим-большим наплывом. И вуаля! У нас примерно все готово, и именно таким вот образом у нас здесь будет размещаться наш район. Я предпочитаю делать вдоль дороги вот такие вот пешеходные дорожки, для того, чтобы нашим людям было сугубо удобнее перемещаться по ним. Все, и теперь, я думаю, можно заполнять этот весь участок нашими коммерческими зонами. Теперь осталось мне разместить, наверное, какой-нибудь небольшой такой парк. Вот здесь вот он, мне кажется, прекрасно бы в лес. Ну, более-менее, надо его сейчас только немножечко подвинуть. Здесь можно видеть, большое количество людей желает переходить. Давайте здесь и мы сделаем как раз пешеходный переход. Все, замечательно. И тем самым я построил эти пешеходы. Теперь я непосредственно хочу здесь включить, допустим, пешеходы. Я просто беру и их отключаю. Так как у наших людей есть возможность выбирать другие маршруты, которые им, возможно, будут лучше. Поэтому я здесь вполне могу это сделать. И все, наши люди теперь замечательно переходят. А что самое важное, для нашей машины не создается поменьше для движения. Все, и наши дома постепенно начинают отстраиваться. И, возможно, в будущем я даже знаю, как нужно будет вот эту всю развязку нам перестраивать. И как перестраивать весь этот район. Уже отталкиваясь от того, что имеем. И, пожалуй, я даже займусь этим сейчас. И, по факту, я думаю, что все, у нас весь этот район снялся. Замечательно. Теперь нужно немножечко поиграться здесь с рельефом, чтобы у нас было окончательно все хорошо. И примерно каким-то таким вот образом у нас размещается здесь развязочка. По моим планам, как только я размещаю здесь первую нашу ячейку, то все сразу становится понятно. И примерно вот из таких вот развязок у нас будет состоять вся наша система. Я планирую здесь разместить, в принципе, две штуки, я думаю, хватит. В крайнем случае три. И от них уже будут основываться наши районы примерно таким же квадратным нездовым путем, как и основывались ранее. Ну и что-то примерно вот такое вот я наворотил. Пытался здесь сделать небольшие такие дорожки для пешеходов, но пока это особо не умчалось с успехом. И, в принципе, я вот здесь вот уже начал занимать все это промышленной зоной. Я надеюсь, что все это у нас получится, и особо бурагодить они не будут по этому поводу. Надо сейчас посмотреть, как поведет нас сейчас эта развязочка, и все у нас будет замечательно. И я, конечно же, не постараюсь не забыть соединить нашу линию метро. Кстати, вот одна из причин, почему возникают пробки. Неожиданно, да, правда? Люди считают то, что вот этот вот маршрут для них приоритетнее, хотя есть для них маршрут, который быстрее. Люди почему-то хотят на этом перекрестке повернуть, хотя, во-первых, тут не должно быть светофора для удобства, а во-вторых, сделаем людям так, чтобы они могли отсюда поворачивать только направо. А значит, люди, которые хотят поехать вот сюда, они будут здесь вот обезжать и ехать туда. И да, все, я правильно понимаю, и они начинают по большей части ехать сюда. Ага, и я вижу еще одну такую брешь в нашем идеальном плане. По этим дорогам никто не ездит. И я сделаю немножечко по-другому. Сейчас только немножечко подровнять осталось с мумитом, и будет у нас все замечательно. Все, по идее, у нас все готово. Я изменил тут круговую развязку и сделал именно вот таким вот образом. И тем самым большая часть машин будет уходить отсюда без проблем. Потому что, если бы развязка дальше осталась, то могли возникнуть какие-то пробки, а нам это не к чему. Можем видеть, люди, которые хотят уехать туда, они успешно выезжают. Пока я тоже дал, у нас еще одно место так резко преобразилось для нашего перекрестка. Я думаю, тут как раз три штуки и влезет. Вот с таким вот расстоянием, я думаю, особо пробок здесь не будет. А также я хочу в этом районе сделать... Горожане предпочитают работать, а не учиться. Мне кажется, это повысит очень сильно желание наших граждан работать все-таки на фабриках. Потому что не хватает, на самом деле. Очень сильно не хватает этого. И остается мне только опять-таки ждать. Как можно видеть, сколько я уже просто так ждал. И я думаю, со временем у нас все-таки придет в экономическое равновесие вся эта ситуация. А, как же я мог забыть, то что все эти дороги еще нужно строить. Я имею ввиду то, что поворачиваясь сюда на магистраль можно только с крайней правой полосы. И давайте посмотрим по трафику, что здесь. Ну, здесь более-менее зеленая зона. Здесь, конечно, нагруженный участок, потому что поэтому никто не едет. Я знаю, наверное, как это решить. Вот на этом перекрестке я поставлю им, что они должны приезжать прямо все. Да, именно, то что вот эти две полосы для движения впрямо. А вот здесь полоса, правая самая торг для поворота туда. Я думаю, это поможет нам избежать большую часть пробок. И давайте посмотрим. Ну, во-первых, у нас средняя скорость транспорта выросла, что замечательно. А также мы разгребли этот район. У нас есть, конечно, тут загруженные участки, но с этим вообще ничего сделать не могу. Потому что они реально едут, как хотят, и почему-то наотрез отказываются нормально и адекватно поворачивать. И здесь примерно та же самая ситуация. Вот, уровень шума. Здесь почему-то очень большой уровень шума. А с чем это связано? Без понятия, на самом деле, но есть один способ решить эту проблему. Можем поставить здесь деревья на дорогах. Да, здесь он продолжается. Из-за чего? Да, высокий уровень коммерции. Наверное, из-за этого здесь большой уровень шума. Раз такое дело, давайте вот эту часть коммерции мы снесем. А еще я вижу то, что горожанам приходится вот такой вот делать крюк. Это мне очень не нравится. И я, пожалуй, соединю вот эти две дороги пешеходной зоной. И тем самым можем увидеть, да, мы убрали очень резко уровень нашего зашумления. И вот эту вот дорогу не мешало бы тоже покрыть нашими деревьями. Потому что, как можем знать, деревья наши понижают уровень шума. А уровень шума от свалок просто гигантский. И тут бы мне не мешало посадить парочку таких вот деревьевцев. Ну и замечательно, вот такой вот получился очень большой лесопарк. Мне интересно, по уровню зашумления это как-то повлияло? Да, это очень сильно повлияло. Можем помнить то, что уровень шума был аж до сюда, а теперь он гораздо-гораздо меньше. И теперь мне, как кажется, самое время начинать поднимать уровень наших промышленных зон. Для этого мы здесь размещаем поликлинику, пожарную станцию и желательно пожарную вышку. Это первый уровень повышения, так скажем, наших зон. И теперь разместим, давайте здесь прям вот крайне небольшие парки. Замечательно, и теперь у нас максимально большой уровень части у наших горожан, которые находятся на заводах. К сожалению, я забыл о размещении парков в этих районах. И вот в этом. Но сейчас этим давайте займемся. Замечательно, и теперь у нас получается везде, везде высокий уровень. Ну, кроме этого острова. Да, я, конечно же, о нем забыл. Теперь мы снова ждем, когда у нас придет все, как я люблю это говорить, экономическое равновесие. А вот и первые наши пробки, которые начали возникать по непонятной для меня причине. А, я понял, почему у нас здесь проблема. Потому что они все поворачивают сразу в эту полосу. А в эту полосу они поворачивают только для того, чтобы съехать сразу сюда. Откуда же у вас такой большой наплыв людей-то? Стоять! Погоди! Я все правильно понимаю? То есть люди предпочитают ехать вот так вот. Прозворачиваются вот здесь вот. Ехать обратно. И только здесь поворачивают направо, чтобы ехать сюда. Вы серьезно? То есть вы такой выбираете путь. То есть настолько все у вас плохо. Охеренеть. По какой-то причине они считают, что вот так вот пора ехать будет быстрее. Чем просто банально даже здесь развернуть. Ну, хотя да. Они правы. Давайте попробуем временно убрать этот мост. Посмотрим, что на ситуацию с пробками в этот момент. Потому что все, это сейчас встанет. Она уже все встала, уже все красное. Так быть не должно. Где-то минут 20 уже думаю над этой дорогой и ничего толком не придумываю. Что-то пока в голову ничего не лезет на самом деле. И на самом деле пробка тут как-то как бы рассосалась. Так, а тут у нас что по пробкам находится? Ну, по большей части я смотрю, пробок нет. Желательно здесь бы скорость только увеличить. И в принципе, в остальном пробок я не наблюдаю. Это меня очень рад. Первый раз на моей практике, когда я не вижу проблем с дорогами и пробками на промышленном районе. Я вижу здесь большую пробку. А с чем она связана? А здесь они не могут определиться и заехать сюда. Ребят, я дико, наверное, лоханулся и где-то накосячил. И в итоге опять с пробками какая-то дикая дичь творится. Но желание у меня больше здесь сейчас заниматься этим вообще нет. Потому что ты вообще какой-то трэш. Посмотрите, что я здесь наворотил. Потому что адекватно они вообще отказываются ездить. Вроде вот смотрите, пустое место вообще не развило. Ни тупилок, вообще ничего. Но люди предпочитают ездить как им хотят. То есть они перестраивают сначала в один ряд. Потом резко обратно. То есть они тут... Я вообще не понимаю логику, как они ездят. То есть вот у нас есть место, где люди нормально разъезжаются. Где они... Все, у них замечательно. Но вот тут у них под мостом какой-то тупняк дикий случается. И они не могут определиться, куда им именно ехать. И поэтому все они стоят. Аж, посмотрите, аж докуда пробка тянет. Из-за того, что здесь люди перестраиваются нелогично. Зачем люди? Зачем вы так делаете? Серьезно? Аларчик просто открывался. Все, они у меня поехали, ребят. Они у меня поехали. Все, пробки нет. Я не использовал ни модов, ничего. Я просто на выезде и на въезде использовал четырехполосную дорогу вместо трехполосной. И они сами решили, куда им нужно ехать. Охренеть, какие они у меня умные, ребята. Все, она синяя дорога практически. Ну, красные места, конечно, есть. Вот, допустим, вот это место, где чудом скапливаются машины. Это можно, мне кажется, решить очень быстро вот так вот. И просто не хватало полос, то есть трех полос, с учетом того, что они занимаются и одну. И не хватает, офигеть. Все, пробки не было. Трафик сразу на семь пунктов поднялся. Я, кстати, соединил вот эту вот дорогу с нашей развязочкой. И теперь по нашему шоссе, которое здесь, тоже едет люди, что есть очень прекрасно. Может быть, и вот здесь вот лучше для четырехполосной дороги? Почему бы нет? На всякий случай, чтобы на будущее не было здесь пробок. Чтобы себе дать знак и пешеходам дать возможность нормально передвигаться, я, пожалуй, вот так вот отодвину. В принципе, я так делаю везде. Чтобы вокруг главной дороги не было никаких строений. И чтобы вокруг главной дороги было все офигенно. Да, я не могу, допустим, вот отсюда, от этой дороги, пешеходам сделать нормальный вход сюда. Потому что у него даже не коннектится, никак не хочет. А если я хочу здесь, допустим, сделать такой вот переезд, то пишет то, что, ну да, место уже занято. Ну, а здесь я продолжаю застройку с жилыми нашими зонами. Тем более, что у нас здесь в них большая-большая потребность. И эту большую-большую потребность нужно как-то удовлетворять. Я не забываю везде размещать наши пешеходные дорожки. Пока без деревьев. Да, но впоследствии я, возможно, буду их размещать с деревьями и прочим. И теперь вот этот вот район вот так вот бомбезно смотрится. Не, классно, классно. Мне вот этот вот листочек нравится. Мне кажется, надо будет каждую свалку так огораживать, вот такими вот лисками. Сейчас надо еще по деревьям здесь поднаставить, чтобы вообще полностью закрыть эту свалку. А также я хочу здесь убрать, пожалуй, вот эти парковые места. Мне кажется, из-за грязнения стало меньше, из-за того, что здесь больше стало деревьев. Да, подоглядите. Реально работает, слух ушай. Это реально работает. Вот, простой пример. Мы здесь, было очень мало деревьев, и они все умерли. Здесь же та же самая станция, получается, по обработке и переработке отходов. Но, здесь же деревья умудряются жить из-за того, что их тут много. И вот эти вот деревья, они сдерживают все эти уровень загрязнения, и вот эта вот часть деревьев очень даже замечательно здесь процветает. Это офигенно же получается у нас, ребят. Давайте попробуем и посмотрим, получится у нас здесь сделать то же самое, если я здесь поднаставлю тоже много деревьев. Я целенаправленно оставил здесь вот такой вот лесок, для того, чтобы наблюдать, получится это у нас или нет. И, как можно видеть, когда я отдаляю камеру, эти деревья остаются полностью голые. Так, а по уровню загрязнения? Я не посмотрел здесь заранее, но до этого... Ой, как тут все плохо. Так, я так понимаю, нужно больше деревьев. Я бы не сказал, что этого загрязнения стало гораздо меньше. Может быть, нужно какое-то время для того, чтобы это прошло? Давайте посмотрим. Я специально здесь оставил парочку деревьев, для того, чтобы наблюдать. Но тем временем я продолжаю делать всякие лужайки, сады, для того, чтобы нашим людям было удобнее передвигаться из пункта А в пункт Б. Ну, теперь давайте займемся тем, что тут необходимо построить всякие очистные заводы, для того, чтобы тут меньше было проблем с мусором. И примерно какая-то такая вот ситуация у нас получается. Ситуёбина ситуация, называется ей как хотите. Я примерно посчитал, какое количество нужно мусорок на один такой сфалка. И примерно из этого будем мы отталкиваться. Ну, а в итоге получается у нас нечто следующее. Хотел я как-то дотичь в этой серии Меглопулиса, но у меня не вышло. Но зато я разобрался полностью с пробками. 72 показателя трафика, это очень даже хорошее значение. По большей части он у нас снижен только из-за этого перекрёстка. Хотел я сделать нормальную промышленную станцию, но получается у нас нечто следующее, к сожалению. Ну, а с этим мы уже разберёмся в следующей серии. Всем спасибо, что были со мной. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Ещё услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok